Всем привет! Сегодня будет еще одно болтологическое видео, но этому есть своя причина. У меня завтра день рождения, вернее как завтра. Вот когда вы будете это смотреть, вот у меня на следующий день будет день рождения. А на данный момент, когда я это снимаю, до дня рождения еще так немножечко времени есть. Но это не важно абсолютно, потому что вот я в прошлом году, мне кажется, начала новую традицию. Я вот именно в свой день рождения делаю какое-то вот такое видео, что просто мне хочется поболтать, что-то обсудить. И вообще, вы знаете, я как ребенка родила, вообще такой умной женщиной стала. Короче говоря, если вам нужно убить немножко времени, то вы по адресу, потому что в этом видео я буду делать макияж, который вы сейчас видите на мне. Ну и параллельно рассуждать на всякие разные темы, которые мы потом с вами можем обсудить в комментариях. Поэтому, если вы хотите присоединиться к моему монологу и сделать из него диалог, то, конечно же, продолжайте смотреть. Сейчас я соображу, чем я хочу пользоваться. Для макияжа глаз я хочу взять снова палетку от Colourpop Going Coconuts. И думаю, что сегодня я воспользуюсь вот этим вот оттенком. Пока не знаю, как я его буду использовать, но что-то мы с вами придумаем. И начну я оформлять складку с вот этого вот оттенка. Знаете, вот так вот я рассуждала и поняла, что в этом году у меня очень много чего впервые происходит. Впервые в этом году, в мае, на свой день рождения, я ношу еще свитер такой вот с длинным рукавом. Это действительно я не помню, когда в последний раз было настолько прохладно еще, чтобы я в мае прям свитер еще надевала. Вот. Обычно 1 мая это уже футболки и маевка вообще обычно проходит уже в такой совсем легкой одежде. Короче, судя по всему, лето тоже сидит на карантине, его не выпускают, поэтому оно к нам еще и не приходит. Я, наверное, буду делать Halo Eye. Я что-то так решила, поэтому этот оттенок по всему веку наношу. Следом возьму вот этот вот оттеночек. Ну и, конечно, из-за этого долбаного карантина день рождения не будет слишком веселый с кучей, там, я не знаю, друзей, родственников и так далее. Вообще мы будем только с мужем, ну и вообще нашей семьей, втроем мы будем. И я пока точно не уверена, что мы будем делать, и мы подумали, было бы неплохо просто сесть в машину, ни с кем не контактируя, и выехать куда-то в отдаленное место, просто подышать воздухом, потому что я все время сижу в заперти, я придерживаюсь строго карантина, потому что для меня эта болячка выглядит достаточно страшной, и сейчас у нас маленький ребенок, двойная ответственность, даже какая двойная, десятерная ответственность, поэтому, ну, просто не хочется лишний раз рисковать, скажем так. Но я думаю, большого вреда не будет, если мы выберемся вот так вот, ни с кем контактировать не будем, и просто постараемся провести как-то, ну, хотя бы более-менее неплохо этот день, чтобы хоть как-то он запомнился. Я думаю, что если бы в этот день, год назад, мне бы сказали, что следующему день рождения будет таким, я бы не поверила точно, хотя я тогда уже была беременна, я об этом еще не знала, я узнала на следующий день после дня рождения, но я бы не поверила, что у меня будет уже четырехмесячный ребенок, что будет этот долбанный карантин, и мы будем сидеть дома. А вообще, вы знаете, я так анализировала, и я поняла, что этот год для меня все-таки, наверное, знаковый, потому что мне кажется, я впервые могу полностью расслабиться и закончить гонку со временем. Я не знаю, получится у меня правильно это объяснить или нет, что я здесь имею в виду. То, что обычно мы сами себе придумываем какие-то временные рамки, вот до какого времени мы бы хотели что-то сделать. И вообще, в принципе, по жизни у нас всегда есть какие-то планы. Вот мне бы там хотелось, не знаю, там, карьеру построить, там, к такому-то возрасту, недвижимость купить к такому-то возрасту, выйти замуж, там, я не знаю, родить детей, там, сколько детей и так далее и тому подобное. Я думаю, что, конечно, это все больше навешано на нас социумом, да, вот эти вот временные рамки. Но, тем не менее, все равно каждый, я уверена, строит какие-то определенные планы, ему хочется вписаться в эти рамки. И у меня вот, я анализировала свою жизнь вот последние пару лет, и я поняла, что единственное, чего мне, в принципе, действительно не хватало, это вот ребенка для того, чтобы полноценно ощутить, что вот все, я уже успела то, что я хотела. И меня, конечно, очень сильно расстраивало, когда приходил очередной день рождения, а вот этот пунктик еще, в этом пунктике еще до сих пор не стояла галочка. Как это банально не звучит или там как-то просто, но я думаю, многие меня поймут. Вот это первый, наверное, мой день рождения, когда я действительно радуюсь тому, что, ну вот, это мой день рождения, и пофиг, что добавился один год еще. Уже для меня это как будто стало не настолько значимым и настолько важным, какая именно цифра. И, кстати, я вот разговаривала с мужем на эту тему, и он мне сказал то же самое, что у него появилось чувство, как будто вот он самое главное в жизни уже сделал. Вот. И я вот тоже так анализировала свою жизнь и думаю, ну вот какую-никакую там карьеру я построила. Допустим, вот я довольна работой своей, да, я занимаюсь любимым делом, которое еще и приносит доход. В общем-то здесь, в этом плане, я очень даже довольна. Замуж я вышла, отношения построила, все здесь в этом плане прекрасно, в общем-то. Какие-то покупки, поездки. В принципе, я успела неплохо так пожить для себя. Мы немножко попутешествовали и действительно пожили для себя. На центр века нанесут сейчас вот этот Glitter Primer, потому что я так чувствую, что это будет слишком рыхлые тени, для того, чтобы их наносить вот просто вот так вот. А на вот этот праймер, мне кажется, они должны лечь. Окей, нифига себе. Вы знаете, мне кажется, у меня повторяется макияж новогодний. Вот там тоже что-то такое было. Но вот, по-моему, с праймером прям вообще офигеть получается. Вот без праймера 100% бы так не получилось. Вот скажите, я же наверняка не одна такая, у кого вот есть какие-то определенные амбиции, вот до какого-то возраста обязательно что-то успеть. И напишите в комментариях, вот есть ли у вас еще незавершенные дела, по крайней мере, из такого самого основного, самого базового, чего бы вы хотели достичь, чего бы вы хотели добиться, или что бы хотели реализовать в жизни, и успели ли вы это сделать, или еще пока нет. Понятное дело, что жизнь моя на этом не останавливается. Это не то, что, знаете, я сейчас родила ребенка. Ну и все. Вот смысл моей жизни теперь только в моей дочке, и больше, в принципе, ничего меня в этой жизни не интересует. Нет, конечно, у меня остались все те же мои амбиции. Мне хочется и себе уделять внимание, мне хочется продолжать заниматься работой. Мне хочется успевать все. И сразу, как, наверное, и большинству людей, не знаю, у меня пока, пока, по крайней мере, очень плохо получается это делать, но, тем не менее, ну, мечтать не вредно. Консилером сегодня я воспользуюсь от Calistar, который называется Filler Concealer. Очень он мне понравился. Вот прям с огромным удовольствием сейчас пользуюсь. Он мало того, что перекрывает хорошо, так он еще и как-то сглаживает текстуру под глазами. А так как уходом, ну, откровенно говоря, у меня далеко даже не каждый день получается пользоваться, то для меня вот такие вот сглаживающие текстуру вещи очень актуальны. Вообще, кстати, я получила огромную от вас поддержку под видео, как я ушаталась за два месяца материнства. материнства, я почитала все ваши истории, я поняла, что мы все приблизительно в одной лодке. И вы знаете, пока не появляется ребенок, вот ты, в принципе, не представляешь, как поменяется твоя жизнь. То есть ты знаешь все рассказы, ой, это так сложно, там ребенок много времени занимает. Ну вот я пыталась это представить, вот честно. До того, как она родилась, я пыталась, вот искренне пыталась представить, как будет выглядеть мой день, почему я буду настолько занята с ребенком, и как бы сделать так, чтобы вот все успевать. И я себе жизнь свою представляла так, ну типа, ну вот ребенка же можно положить спать, и в это время там куча всего успеть, там, например, снять видео, или что-то там приготовить, или что-то сделать, я не знаю, маникюр там сделать. А потом, когда ты сталкиваешься с темнопрактики, ты понимаешь, что ты нифига не знал про нормы сна детей, сколько они должны спать, время бодрствования, как это все должно проходить, как дети могут прилипать вообще, или зависать на груди, потому что моя, ну мы на грудном скармливании полностью, моя любит на мне повисеть, ну вот так вот, минимально 40 минут. При этом из них она спит 30 минут, ну вы знаете, или не знаете, если у вас нет детей, что грудные дети могут во время сна прекрасно себе кушать. Ну и вот она 30, там, 40 минут на мне провисела, из них 30 она проспала, потом она отвалилась, проснулась в этот момент, и пока я ее чуть-чуть там подкачала, чтобы она заснула, это все действие у меня заняло, там, еще минут 20, допустим, и остается 10 минут, и все, ей пора просыпаться, потому что дневные сны нужно распределять более-менее равномерно, тогда, чтобы и ночной сон был более-менее там крепкий и так далее. То есть все это узнаешь уже гораздо позже, когда сталкиваешься с тем, как дети должны спать, как наладить режим и так далее, и тому подобное. А ты себе что представляешь, что вот так вот, ну, уложил спать и все, и вот как бы с этого момента у ребенка начинается сон, а нифига подобного, сон у него начинается гораздо раньше, и закончится он может в ту секунду, когда ты готов от ребенка, грубо говоря, избавиться, да, переложить его в кроватку или что-то типа того. Но вы знаете, есть все-таки свет в конце туннеля, потому что я замечаю, что все-таки, все-таки с каждым месяцем у меня все больше и больше появляется возможностей что-то делать. Вот, я здесь не имею в виду обязательно там работу, а вот просто даже меня так это смешит тоже каждый раз. Мы делаем как бы небольшую фотосессию каждый месяц. Вот уже делали, когда был месяц, когда два, когда три, и вот на днях ей будет четыре, будем делать фотосессию на четыре месяца. Так вот, первая фотосессия, там, где ей один месяц, я там просто даже в камеру боюсь смотреть. Там все фотографии, знаете, такие, которые я там отворачиваюсь, типа я ее целую или что-то типа того, потому что, ну, откровенно говоря, мне было страшно на себя в зеркало смотреть. У меня вообще не то, что времени ни на что не было, я просто была действительно настолько зачуханная, еще и настолько в большом стрессе, что, ну, как бы, какие там нафиг фотографии. Ну, хотя бы такое осталось. Потом на второй месяц я уже хотя бы была без такого сумасшедшего стресса, но тоже на макияж, там, на какую-то одежду меня не хватило. Я сфоткалась там, по-моему, в обычной одежде, такой вот как бы домашней, скажем так, а на третий месяц я уже даже выбрала одежду, что-то такое посимпатичнее. Ну, естественно, это не было так, что я там стояла, три часа выбирала, потом это наглаживала, там, я не знаю, прическу делала. Нет, это такое, открыла шкаф, выбрала более-менее достойный какой-то вариант, закрыла его, даже ничего не погладила. Вот, кстати, на четыре месяца, может, даже и поглажу. И я даже успела сделать какой-то такой вот совсем базовый макияж. Ну, там, чуть-чуть тон нанесла, чуть-чуть совсем теней нанесла, вот что-то такое. Я сейчас даже хочу праймер нанести, я выбрала вот этот вот от Catrice Tensational. Он такой сверкающий, сияющий, нет, не сверкающий, именно сияющий. Добавляет свечение лицу и немножко так увлажняет, ну, скорее так, декоративным способом увлажняет. Ну, ладно, беру, что дают. Посмотрела я так на свою коллекцию тональных, и вот захотелось мне Guerlain Nessensiel использовать. Только я помню, какую он подлость может сделать. У него может пересыхать вот здесь вот этот носик, и он может плеваться, поэтому... Так, я его, наверное, не слишком густо буду наносить. Он достаточно плотное покрытие, ну, как плотное для меня, наверное, сейчас. Мне хочется что-нибудь такое полегче, наверное, на лице, чтобы было в плане слоя. А еще знаете, что я поняла? Что молодой маме очень нужна поддержка других молодых мам. Ну, все мы знаем хэштег Яжмать, и все на него обижаются. И я, кстати, получила несколько комментариев в стиле там «Ой, Ира, я так рада, что ты осталась адекватной, а не вот этой вот пришибленной Яжматерью». Но, вы знаете, я вот сама не думала, что во мне могут проснуться признаки Яжматери, но я замечаю, что некоторые вот моменты меня реально очень бесят, и я вот включаю прям настоящую Яжмать. Но все-таки я стараюсь держать этот градус адекватности. К примеру, я небольшой фанат там стерилизации всего подряд, избавиться от всех животных, чтобы не было шерсти, все мы дезинфицируем, все мы стерилизуем, гладим с двух сторон и так далее, и тому подобное. Вот я не знаю, мне кажется, нужно какой-то здоровый пофигизм, чтобы у мамы был, тогда все будет хорошо. Естественно, там в грязи растить специально, намеренно, скажем так, не стоит. Ну а что касается поддержки других мам, вот я поняла, для меня это сейчас, наверное, самая большая поддержка. Мне повезло в этом плане, потому что у меня и муж меня безумно поддерживает и выдерживает все мои и психи, и какие-то эмоции, и плачи, истерики и так далее. И он все с пониманием это воспринимает, как бы ни разу на меня не злился за это, не начинал психовать, и даже если вот я не права в какой-то ситуации, он все равно максимально там пытается себя сдержать для того, чтобы вот просто-напросто меня не расстраивать, чтобы я успокоилась. Я ему за это безумно благодарна, но все равно вот я вижу, что я даже когда ему жалуюсь там, да, по поводу чего-то, вот он это не понимает, вот так, как поймет эта другая мама. Вот просто вот он, ну, это не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он просто это не может понять просто в силу того, что он не женщина. И в то же время говорить с теми, у кого уже, ну, гораздо старше дети, чем у тебя, тоже как-то я поняла, что не совсем актуально, потому что они к этому моменту уже немножко подзабыли, каково это было с новорожденным, да, или там совсем маленьким ребенком. У них сейчас уже по-другому голова работает, они уже растят там двухлетку, трехлетку, пятилетку, там, у кого как, грубо говоря, а ты вот с этим маленьким существом, и у тебя и столько страхов, и столько вопросов, и столько ответственности, на тебя сразу сваливается с первых же дней, когда вот ты только родил ребенка, к тебе сразу заходят в палату и говорят, так, вы прививки будете делать, или вы отказываетесь? И вот тебе сразу вот с первых же часов ты должен уже принимать какие-то решения, которые действительно могут повлиять на жизнь этого человека. Ой, я, кстати, тут уже дырочку протерла, это, кстати, Essence Contouring Duo Palette. Да, вот к этому никто не готовит, и тебя начинает, вот, кстати, еще одна фишка, я вспомнила, тебя начинают называть мама, и это настолько как-то непривычно. Вот я не знаю, у меня еще не сместились в голове вот эти вот, не сместились эти роли, потому что я вот даже своей маме говорила, что для меня мама, вот моя мама это мама, там, моего мужа мама это мама, там, сестра моя это тоже мама, а я, как, я еще не мама, вроде бы как, как этот статус, вроде бы как-то надо заслужить по-особенному, то есть, может быть там, чтобы ребенок дорос до какого-то определенного возраста, и тогда только тебе почетно вручат грамоту, что вот, наслаждайся, теперь ты мама. Хайлайтеры возьму из вот этой палетки Essence Choose Your Glow. Ой, просто офигеннейшая палетка. Я возьму, наверное, вот этот вот оттенок, потому что он самый светлый и мне кажется, он лучше всего сейчас будет с глазами работать. Класс! Красота-то какая! Так вот, опять-таки, я здесь не одна в этом, потому что я говорила со своей подругой и она такая, типа, у меня была абсолютно то же самое, но подожди, самое странное начинается, когда ребенок немножко подрастает и уже ребенок начинает тебе говорить мама, там, мама, а ты такой в смысле? Я не знаю, может у кого-то это происходит быстрее понимания, но мне кажется, ну, по чуть-чуть я уже, конечно, до меня доходит и я как-то уже больше себя воспринимаю в новом статусе, вот, что у меня новая роль, как бы, в жизни, но до сих пор еще, конечно, не до конца. Брови сейчас я буду заполнять карандашом от Dior, который называется Brow Styler и оттенок у меня номер два. Так вот, я в очередной раз не договорила, что вот очень важна поддержка других мам и особенно круто, когда получается найти нормальную маму, с которой ты на одной волне и ребенок там у нее приблизительно того же возраста, что и у тебя. Это вообще так круто. Постоянно можно чем-то делиться, какими-то достижениями, а можно и страхами поделиться, и тебя наверняка успокоят, а если действительно ты не без причины переживаешь, то могут там посоветовать, куда обратиться, к какому специалисту, потому что для меня это вообще настолько все новое, я не знаю, я никогда особо с детьми не имела дела. Вот в моем окружении особо детей не было, вернее, как. И они были, конечно, но я никогда не стремилась к тому, чтобы проводить вот время в этом окружении. Я жила для себя очень долгое время, как я и сказала. Мне нравилось проводить время со взрослыми, а не с детьми. И сейчас вот все во мне вызывает столько вопросов, и вот я рада, что у меня сейчас появилась такая как бы группа поддержки. Я совсем случайно попала в группу в Вайбере одну. Ее ведут три администратора. Это консультант по грудному вскармливанию, консультант по сну и педиатр. По сути, это три самых главных человека в помощь маме новорожденного ребенка. Ну и помимо администраторов, конечно же, там ежедневно все девочки, мамы между собой общаются. Вот я в этой группе в последнее время залипаю просто бесконечно. Я там кормлю ребенка, я в этой группе. Ребенок спит, я в этой группе. И постоянно столько полезных вещей я оттуда выношу. И помимо всяких полезностей, по типу там наводок на разные там, не знаю, на разных врачей, или где что купить по самой лучшей цене, или что-то в таком духе, так там еще просто, вот что мне нравится, там иногда просто можно поныть. Губы я сегодня на свои решила люксом побаловать, и буду наносить помаду от YSL. Это серия The Slim Sheer Matte, и оттенок у меня 102. Очень классная эта помада. Не могу сказать, что она чем-то особенно классная, из-за чего она стоит таких денег, но в то же время, если вы имеете возможность покупать люкс, и вы любите помады именно люксовые, то вот это одна из очень неплохих, и там в линейке классные оттенки тоже. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, поставьте ему палец вверх. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, я буду вам очень рада. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео, если вы их еще не смотрели, вот сейчас можете посмотреть, а если смотрели, мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео.